всем привет меня зовут я на сегодня у меня распаковка жениной посылки ссылку на ее канал я оставлю под видео ей я тоже послала новогодний подарок и вы можете посмотреть что я и положила в посылочку а сейчас посмотрим что же подарила она мне у Женя ну ты прям мысли мои читаешь я вот буквально сегодня ходила за зубной пастой потому что она у меня закончилась и надо же такому быть что она мне купила тоже зубную пасту читает мысли вот такой увесистый пакетик сейчас я его в сторону пока отложу так какой-то крем питательный крем для душа ну это всегда полезно спасибо тебе пригодится вот это что-то такое красивое меня всегда умиляет как она упаковывает она такая аккуратистка все так прямо упакует мне даже стыдно немножко так что у нас здесь такой не как для волос масла это знаете я пользуюсь маслами это такая штучка которая вот вы наносите на волосы они становятся такие мягенькие а это смыть то есть есть масла которые так и остаются на волосах а эти именно питательные то есть их нужно это средство нужно будет смывать но это даже еще лучше потому что то масло про который я сначала говорила это просто синтетические силиконы а это видно натуральное натуральное масло жужуба жужуба это смесь различных масел и она очень полезная так как включает себя свойства многих масел отличный подарок так это наверное маска для для лица я так думаю да наверно маска для лица и я конечно тоже пользуюсь этими средствами шоколадка вот шоколад я тоже очень люблю и часто его ем опять же угадала и канцелярию я тоже люблю она мне в прошлый раз дарила вот такой блокнот я им пользуюсь я записываю сюда не только клиентов которые у меня должны прийти вот как видите раздаю типа визитки а до сих пор не сделала визитки меня спрашивать телефоны в общем пользуюсь я канцелярией и ручкой ее пользуюсь она у меня тут на столе стоит этот блокнотик поменьше и даже удобнее я так думаю его с собой таскать потому что знаете бывает когда клиенты звонят а ты дома и вот эта книжка на работе и сложно ответить есть запись или нет записи на память не помню а книжка на работе вот это поменьше ее удобно будет мне таскать и теперь непосредственно к ногтевым подарком вот фольга фольгу я ее прям попросила так как последнее время у меня буквально бзик и вы видите у меня и на ногтях фольга и клиентам я делаю фольгу я раньше ее игнорировала но сейчас поняла в чем ее крель прелесть это быстро и очень красиво поэтому теперь я буду предлагать фольгу своим клиентам вот этот вижу рисунок мне прям сразу нравится прям я уверена что вот это будет очень красиво смотреться вот это тоже будет красиво почему я так думаю потому что мелкий рисунок а ноготочки все-таки у нас мелкие если что-то крупное то она может быть будет теряться и общий рисунок не будет видно вот такие мелкие они будут на ноготках красиво смотреться вот это тоже красиво это такой мел мелко набитый цветочек и рисунок не потеряется на ногте вообще мне уже фольга вся нравится вот это интересно если уложить вот прям ровненько чего-то прям много всего боюсь как бы у меня камера не села накладные ноготки очень ждала так как я купила дисплей для дизайнов и заказала на алиэкспресс но они мне так и не приехали и не хочу же рисовать на отдельных на обычных типсах так как дизайны вот на накладных ногтях смотрятся гораздо красивее и культурнее но как так как алиэкспресс меня подвел то вот же не меня не подвела спасибо тебе дорогая они здесь разных размеров даже по моему и форма кстати такая вот натуральный именно по размеру ногтей здесь их очень много этого мне надолго хватит на кучу дизайнов так дальше идут блёсточки присыпочки что-то для дизайна ногтей так всего много это микроблеск я очень люблю когда сверху посыпают дизайны микроблеском вот эти блёсточки прям мелкие мелкие не знаю где их же не взяла но они настолько мелкие как прямо как порошочек какой-то как акриловая пудра вот это что такое не знаю на соль похоже надо будет уже не спросить что это такое не знаю даже что но это точно не бархат и вот это тоже мелкий мелкий микроблеск я думаю что он не будет царапаться если сделать им поверхностный дизайн то есть присыпать сверху потому что очень мелкий помол вот эти блёсточки они уже имеют более крупный помол все равно красивый а это уже сверх крупный даже мне кажется что какая-то крошка честно говоря даже не знаю что это за материал но надо будет попробовать это такие черно-серые блестки красивые между прочим красиво смотрится но среднего помола не такие как вот в первых баночках вот эти просто великолепные блестки это опять же очень очень мелкий помол который не будет царапаться и редко коричневого цвета и натурально черные блестки ромбики как битое стекло вам не видно голографического блеска но он есть и с ним можно придумать красивые дизайны если эти ромбики ровненько укладывать это гель лина его что-то так активно ругают я не знаю за что но я его протестирую попозже и посмотрю он запечатанный прозрачный за что же его так безжалостно ругают не пойму посмотрим такая красивая фольга девочки и так ее здесь много ну все я наверно в ближайшее время обфольгуюсь все какое там рисование китайской роспись вот наклейте все смотрите как красиво по техническим причинам у меня не записался фрагмент видео где я снимала остальную фольгу поэтому снимаю уже спустя два дня когда села монтировать то увидела что с фольгой то фрагмент у меня и за не записался поэтому снимаю отдельно вот такая фольга красивая есть амбре есть с текстурой камня и вот такой бель не бензиновую фольгу я недавно долго искала облазила все алиэкспресс почему-то она мне долго не попадалось я уже тоже себе заказала когда я видела дизайн это выглядит очень красиво и да кстати пару слов хочу сказать по поводу носкости фольги круче всего смотрится если мы сажаем на клей на весь ноготь на гель-лак или на гель-краску все таки она полностью не отпечатывается это сложно она может тот печатать отца то не отпечататься а с клеем осечек нету но с клеем действительно носится сложно у меня вот сейчас маникюру четыре дня он как бы и держится слегка подтесались торцы и уже доходит дело до того места где у меня заканчивался клей то есть клей я наносила не до самых торцов а чуть отступая и вот если еще чуть-чуть то в принципе может клей и пропустить под себя воду и отлететь то есть отпечатывать фольгу на весь ноготь можно но нужно следить чтобы клей обязательно хорошо просыхал и чтобы на торцы клей не попадал иначе он действительно плоховато носится вот на этой руке держится но я уже чувствую что вот где торцы побольше стесались то если я ногтем подцеплю то место мягкое и может фольга отойти вот это вот интересно что такое а а это наверное духи я наверно как любая другая девочка люблю духи мой такой запах приятный спасибо же не прямо будут носить с удовольствием я сейчас не могу описать чем пахнет мне почему-то мед мерещится но запах мне очень понравился спасибо я кстати знала что же не мне пришлет духи мы кое-что оговаривали в общем про фольгу она мне тоже говорила но какую конкретно я не знала и про духи тоже знала что пришлет но какие именно духи не знала но мне понравилось спасибо жень и так камера не выдержала напряжение ситуации все-таки перегрелась и сейчас я снимаю это видео спустя два дня вот этот пакетик я не успела распаковать поэтому продолжим сначала достану вот этот коврик честно признаюсь когда я вижу что блогеры снимают вот на этой подложке у меня начинается скомина потому что ну каждый второй наверное уже снимает вот на таком резиновом коврике то есть именно для снятия видео я бы его не стала бы себе заказывать но в качестве работы кстати он очень даже ничего во первых можно попробовать китайскую роспись вот на этом фоне можно показывать размер кистей там или размер рисунков вот эти штучки я сомневаюсь что они пригодятся но есть еще такая техника когда рисуют на силиконе и полимеризует потом вырезает нужный фрагмент и наклеивает то есть силикон в принципе в работе нужен поэтому за этот коврик я тоже же не благодарна я не покупала по причине выше мною описано что мне не нравилось да что слишком много блогеров начинает снимать но сам коврик в работе мне пригодится я скорее всего сегодня и его и испробую так как и вижу что там ель краски которые пригодятся мне для рисования китайской росписи наверное вижу коробочки баночки что-то я уже конечно смотрела за это время потому что не выдержала вот эту баночку я открыла это гель лаки ладея ой не гель на гель краски у меня и есть гель лаки в принципе неплохие густые не могу пожаловаться на эту фирму женя как всегда упаковала все очень тщательно как видите и там и сям это что-то очень красивое вас выглядит немножко мутно но я вот сейчас смотрю по цветам электрической лампы действительно красиво очень мелкие блестки выглядят по новогоднему следующую баночку мы уже смотрели это очень красивый вареньевый такой цвет тоже с микроблеском сейчас я вижу что у меня белый гель лак оказывается и просох не до конца он смешивается с гель краской в общем это такая витражная гель краска которая имеет еще небольшой блеск в своем составе она густая для градиента она конечно не годится и это я тут так просто уж начала рисовать поэтому вот засушу в лампе по поводу ссылок на все эти товары я думаю вам надо обратиться к жене у нее есть группа вконтакте у меня она тоже кстати есть но я там активность редко проявляю поэтому если кому что понравится то пишите ей или на канал ой вот этот вообще красивенький здесь и просто блестки и кругленькие блестки вот этот мне очень понравился красивый красивый гель краска и вот это я ждала так как я сейчас занимаюсь китайской росписью активно и мне нужны густые гель краски а это как раз таки густенькая краска то что надо и сейчас китайскую роспись я рисовать не собираюсь просто попробую насколько она плотно ложится ну да вполне так плотно и даже можно делать какие-то объемные дизайны барельефные вензеля да для китайской росписи вполне подходит это был номер то ли с 013 то ли л 013 с лада и покончили едем дальше много вот таких красивеньких баночек от вена лиса сейчас все распакую и еще один кусок видео оказался невалидным но уже переснимать нет времени пропала распаковка огромного набора гель красок кани вена лиса шугар еще была база михей и набор топ базы от born pretty женечка прости ты же знаешь какая у меня сейчас загрузка вот такая у меня мега распаковка чем-то я уже пользуюсь в блокнот я уже делаю записи своих будущих работ записи клиентов шоколадку мы съели в тот же день поэтому вот сейчас я кое-что уже не могу вам показать но так много всего что даже в кадр не умещается спасибо тебе же не вот то что ты мне прислала можно прямо открывать второй маникюрный кабинет сажать человека и даже вкладываться не надо но это я так шучу спасибо тебе огромное мне очень понравилось напоминаю что ссылку на канал жене я оставлю внизу в описании под видео она снимает классные распаковки посылок наверное нету такого товара на алиэкспресс маникюрной тематики чтобы у нее уже не побывала в обзоре и так как близится новый год пользуюсь случаем хочу поздравить женю с наступающим новым годом также и вас мои дорогие зрители не забывайте подписываться на канал вы же чувствуете сколько дизайнов у меня еще впереди будет а на этом я буду с вами прощаться желаю вам хорошего настроения радостно встретить праздники всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok